Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о насекомых. Ну, прежде чем начнем наше занятие, я предлагаю поработать с пальчиками. Пальчики у всех есть? Да. Итак, вот ромашка краса, а в ромашке краса. И вот из этой ромашки, как из чашки, будут воду пить букашки. Итак, берем большой и мизинчик, пальчик, и говорим такие слова. Божья коровка приползла и водичку попела. Рома, мизинчик, мизинчик, большой и мизинчик. На левой и на правой руке соединяем. Мизинчик, вот он наш маленький педлинчик. Да, и вот здесь. Так, молодцы. Дальше приполз муравей, безымянный пальчик. Приполз муравей, и ты попей. Дальше. Кузнечик, скок, 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 скок. И тебе глоток, средний пальчик. Да, отлично. Майский жук прилетал, всю водичку расплескал. Еще разочек. Кто у нас первый приходил? Божья коровка. Божья коровка приползла и водички попела. С мизинчиками, Машенька, вот так. Уляшка, да. Дальше приполз муравей, и ты попей. Кузнечик, скок, 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 скок. И тебе глоток. Майский жук прилетал, всю водичку расплескал. Как расплескал? Расплескал. Молодцы, хорошо. Ну что, предлагаю вам послушать сказку. Будете слушать сказку? Сказку про муху-цикотуху. Смотри, вот наша сказка. Муха-муха-цикотуха, позолоченная брюха. Муха по полю пошла. Муха что нашла? Денежку. Муха денежку нашла. Пошла муха на базарь и купила сарапа. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали. А букашки по три чашки с молоком и кредельком. Нынче муха-цикотуха именинница. Приходили к мухе в ложке, приносили ей сапожки. А сапожки не простые, их застежки золотые. Вдруг какой-то паучок-старичок нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цикотух погубить. Дорогие гости, помогите. Паука злодея погубите. И кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки, червяки испугались. По углам, по щелям разбежались. Тараканы под диваном, а козявочки под лавочки. А букашки под кровать не желают воевать. И никто даже с места не дымится. Пропадает, погибает и мельнится. А кузнечик, а кузнечик, ну совсем как человечек. Скок, 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 под кусток молчок. Вот так. А злодей-то не шутит. Ноги, руки он мухи веревками крутит. Зубы острые, самое сердце мозаит. И кровь у него выпивает. Муха криком кричит, надрывается. А злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький коварик. И в руке его горит маленький фонарик. Где убийца без водей? Не боюсь его пухти. А гитая к пауку, саплю вынимает. И мальчик, как у головы срубает. Муху за руку уберет и к окошечку ведет. Я тебя освободил. И теперь душа девица на тебе ночью жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава, ковару победителю. Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Весерка ножки, видите, по дорожке. Зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали в барабан, застучали. Бом-бом-бом-бом. Сляжет муха с коваром. А за ней хлоп-клоп сапогами. Топ-топ. Козявочки с червичками. Букашечки с мотыльками. Музыканты прибежали в барабан, застучали. Бом-бом-бом-бом. Пляшет муха с коваром. Тарара, тарара, заплесала мошкара. Веселится народ. Муха замуж идет. За легкого, удалого, молодого комара. Муравей, 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 нежавеет локтей. С муравейхами подпрыгивает. И букашечком помидивает. Вы букашечки, вы милашечки. Тарара, 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 тараташечки. Сапоги скрипят. Каблуки стучат. Будет, будет мошкара. Она веселится до утра. Нынче муха-цикатуха. Кто? Именинница. Вот такая история. Про кого? Про муху. Ручки положили красиво. Про муху-цикатуху. У мухи-цикатухи были именинны. И она пригласила к себе в гости разных тасекомых. Кого она к себе пригласила? Кто вспомнит? Божью коровку. Божью коровку приглашала. Еще кого она приглашала? Тараканы. Тараканы были еще, Рома думает. Кузнечики. Кузнечики, Римма, молодец. Кто еще прилетал? Жуки. Жуки приползали. Муравей был? Да. Был, конечно же. А кто на муху напал? Паук. Паук. Зволье и паук. А муху спас? Камари. Камари, конечно же. Все это были насекомые. Сейчас еще разочек я вам покажу. Давайте посмотрим картинки насекомых. И вы мне называете. Это? Бабочка. Бабочка. Бабочка это насекомое. У насекомых есть, смотрите, крылья есть, да? Усики, брюшко есть. А это кто? Стрекоза. Стрекоза. У стрекозы большие глаза, длинное туловище и крылья. Посмотрим дальше. Это кто? Божья коровка. Божья коровка. Она такая яркая, с красными точечками. Так, отлично. Она такая милая. Милая очень. Это кто? Это комарик. Камарик. Хорошо. Мы отправляем комарика вот сюда. Дальше смотрим. Это кто? Муха. Муха-цикатуха. Хорошо. Отправляем муху. Это кто? Это святичок. Это маленький святичок, который в ночных месяцах видит святичка. А я скоро поймала святочка. Муравей. Да, а это муравей, трудолюбивый муравей. Это кузнечик. Да, это кузнечик. Я видел кузнечик. Еще. Еще, да. Вот такой кузнечик. Зеленый кузнечик. Еще у меня бабушка нашла кузнечик, а она мне домой. А это, знаете, это не таракан, это майский жук. Это майский жук, тоже насекомое. А почему его такая жука? Жалко. Это не жалко, это такая у него, такая средняя структура такая. А это у нас кто? А вот это таракан. Руки убрали. Руки убрали. Это пчела. А это кто тогда? Пчела. Еще одна пчела. А давайте я на доску отправлю. Смотрите. Это у нас, вы говорите, пчела, да? И это пчела. И это, да? Это кто? Пчела. А также. Это три разных насекомых. Правильно, Ульяна? Это оса. Вот это у нас пчела. А первый это шмель. Он более крупный и махматый. Шмель. Да? Все это кто? Насекомые. Итак, Ульяна, у тебя кто? Бабочка. Бабочка. Бабочка какая? Красивая, да? Яркая. У нее есть что? Крылья. Крылья, туловище и усики. Она пахает по цветочкам. И не так идет. Хорошо. У Маши мотылек, да? Тоже у него есть что? Усики. Крылья. Крылья, туловище. Да? Хорошо. И глаз. Обязательно. Давай, Римочка, у тебя кто? Стрекоза. Стрекоза. У стрекозы мы говорим что? Большие глаза, крылья и туловище никакое. Длинное. Хорошо. Ромочка, у тебя кто? Божья коробка. Божья коробка. Ром, скажи, божья коробка какая? Красивая. Красивая. А еще по форме она какая? Круглая, да? Кругленькая. Яркая. Сейчас, сейчас, подожди, Машенька. Яркая. И на этой коже коробке? Пятные. Точечки. Черные точки. Теперь предлагаю вам поближе познакомиться с насекомыми. Я открываю коробочек. Посмотрите, кто же здесь? Насекомые. Итак, закрыли глазки. Никто не подглядывает. Каждому из вас сейчас прилетит насекомое. Кому-то прилетит, кому-то насекомое приползет. Сейчас вы увидите это насекомое, потом мне скажете, какое насекомое вам прилетело или приползло. Открыли глазки. Итак, Ульяшка, у тебя кто? Бабочка. Бабочка. Можешь взять ее в ручки. Маша, у тебя кто? Муха. Муха, да, у тебя муха. Римочка, у тебя кто? Стрекоза. Стрекоза. Рома, а у тебя? Кузнечик. Кузнечик. Умнички. Молодцы, ребята. Ну, а у Ирины Михайловны посмотрите, кто. Таракан. Итак, давайте посмотрим разочек еще раз. У насекомых есть обязательно что? У синих. Туловище есть у насекомых? Да. Да. Крылышки есть? Да. И ножки. Да. А вот теперь давайте посчитаем, сколько же лапок у наших насекомых считается. Один. Посчитайте. Каждый у себя посчитайте. У своего насекомого посчитайте лапки. Один. У меня тоже пять. А, пожалуйста, посчитай и внимай. А у меня шесть. Так. Посчитай сейчас, Машка, внимай. Рома, посчитай. Хорошо, Ульяна, получается, что у бабочки, сейчас, у бабочки, говори, у бабочки, сколько? Шесть лапок. Машка, у мухи шесть лапок. Римочка, у кого? У стрекозы? Шесть лапок. Шесть лапок. Ромочка, у кузнечика сколько лапок? Сколько лапок? Давай посчитаем лапки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько? Шесть. Шесть. Получается, что... Давайте, вот у меня тоже таракан. Я считаю лапки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. У всех насекомых, оказывается, Маша, сколько лапок? Шесть. Шесть. У всех насекомых шесть лапок. Не больше и не меньше, да. А у сика два. Замечательно. То есть у вас сейчас кто в руках? Одним словом, это насекомые. У насекомых всегда шесть лапок. Вот, допустим, паук. Оказывается, что паук это насекомые. Потому что у паука не шесть лапок, а восемь. Мы можем паука назвать насекомым? Нет. Нет. Да, он был злодей, да? Он к насекомым не относится. У него восемь лапок. А у насекомых, мы знаем, шесть лапок. Так, ребят, каждому из вас раздаю карточки. Мы сейчас с вами на эти карточки будем на эти полянки отправлять насекомых. По заданию, по заданию. Сейчас все расскажу. Как Ирина Михайловна скажет, так мы будем с вами отправлять насекомых. Пожалуйста, ребята, найдите светлячка. Я нашла. Светлячка найдите и вверху с левой стороны положите. Вверху с левой стороны положите. Да, да. Вот это? Да. А вот он. И вверху с левой стороны все вверх. Это светлячок кладем с левой стороны. Молодцы. Да. Дача, найдите, пожалуйста, осу. Где же оса? Нет. Так. Ищем осу. Осу нашли. Вверху, рядом со светлячком положили. Так вот. Оса. Да, 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 да. Шустро работаем, ребята. Найдите, пожалуйста, комара. Который нас постоянно в лесу кусает. Кладем рядом с осой. Вверху рядом со осой кладем комара. Хорошо. Дальше ищем с вами майского жука. Майский жук. Да. Да, 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 да. Молодцы. Кладем. Да, вверху майского жука. Кладем. Все верно. Да, рядом с комаром. Теперь найдите, пожалуйста, стрекозу. Где же наша стрекозка стрекоза? Да, красивая, да, стрекозка. У нее длинное туловище. Верно. Я исхожу. Нет, мы стрекозу кладем вниз. Вниз. Вот так. Вниз на полянку с левой стороны. Вниз на полянку с левой стороны. С левой стороны. Да. Дальше ищем муравья. Я нашла. Да. Муравей прибегал. Хорошо. Дальше. Он не друзей. Дальше. Ищем богомола. Богомола. Я нашла. Я нашла. Богомол. Кладем рядышком. Дальше. Ищем последнее насекомое. Это кузнечик. Нашли кузнечика и положили кузнечика. Кладем кузнечика. Молодцы. Прекрасно. Поклопали себе, ребята. Я подойду и у каждого соберу. Молодцы. Так, я предлагаю вам отгадать сейчас загадки про насекомых. Готовы? Да. Угадайте. У нее четыре крыла. Тело тонкое, словно стрела. И большие, большие глаза ее называют стрекоза. Правильно, стрекоза. А почему вы решили, что это стрекоза? Потому что у него большие глаза. Да, у нее большие глаза. И туловище у нее какое? Длинное. Длинное. Хорошо. Давайте еще одну загадочку. Спинки у всех красивые? Ручки у вас красивые на столе лежат? Вот, умнички. Хорошо. Слушайте внимательно. Дарит нам и воск и мед. Людям всем она мила и зовут ее... Пчела. Пчела. А почему вы решили, что это пчела? Потому что бьет она. Правильно. Потому что пчела она дает... Бьет. Все верно. Еще одна загадка. Он работник настоящий. Очень-очень работящий. Под сосной в лесу густом из хвоинок строит дом. Кто у нас из насекомых трудолюбивый? Постоянно домики строит, да? Муравьи. Муравьи. Правильно. Муравьи очень трудолюбивые насекомые. А что они могут кусаться? Могут. А теперь следующая загадка. Белая-белая муравьи. Хорошо. Она яркая и красивая, изящная и легкая. Бабочка и бачка. Сама похожа на цветок и любит пить цветочный сок. Рома, как ты думаешь, как кто? Бабочка. Бабочка. Бабочка яркая и красивая летает, по цветам паркает, да? Над цветами паркает и сок цветочный выпивает. Так, молодцы. Ну что, мы сегодня с вами познакомились с кем? С насекомыми. И мы запомнили, Ром, что у насекомых 6 на 2. Хорошо. Спинка ровная, спинка красивая. На этом наше занятие закончено. Всем спасибо. До свидания.